Веломастера сегодня у вас в гостях. Расскажите, приоткройте завесу тайны. Что тут в этом моторе? Здравствуйте, меня зовут Евгений Дувинов. Известен как Фрисный Электротранспорт.ру. Я вхожу в коллектив разработчиков мотора, который некоторые называют колобок. С совмещенными обмотками и синхронным мотор-колеса. Здесь на столе сжатого детали, с которым в дальнейшем будет собираться мотор. Ну, давайте нашим зрителям поясним, что у нас тут есть. Давайте начнем с самого загадочного экземпляра, который перед нами. Данные детали это ротор-мотор-колеса. Краткозамотный ротор с беличьей клеткой, медной. Пока что эта деталь паянная. Она состоит из пакета, собственно, стержней. Двух краткозамыкающих колец, которые припаяны к стержням. Или стержни припаяны к ним. Кому как удобнее говорить. А паяли вы свою аппаратуру? Да, паяли с помощью горыныча. Потому как феном или паяльником прогреть такой объем меди достаточно проблематично. Ну да, а у вас же у горелки сколько там градусов? Несколько тысяч градусов. От шести до десяти тысяч градусов, возможно, и большая температура. А это каким-то своим припоем или это связано что-то, скажем так... Серебросодержащий припой. Серебросодержащий припой. Отлично. И потом вот обработка, да, верхняя шла? Да, она была обработана на токарном станке. Для того, чтобы убрать изложки меди, соответственно, снизить вес. Токарочкой сделали. И внутренний диаметр обработан для того, чтобы выдержать зазор между ротором. А сам раскрой вы делали на лазерке, да? Да, сами пластины и пакеты были вырезаны на лазере. Дальше ротор будет установлен во внешнюю крышку. Это будет единая вращающаяся деталь. Вот такая вот крышка черного цвета. Симпатюлька какая прям. Да, и под спецовку под интересную, под красивую сделанную, под мудную. В принципе, можно делать под любую спецовку. Ну, понятно, да. У вас по 36, да, отверстие? 36 отверстия. Отлично. Аналогично Golden Motor. Да. Вот эта крышечка сюда под фривильчик сделана. Вот фривиль, либо под трещотку. Да, на ней резьба 35 шаг 1. Вот. Либо же, если кто-то не хочет ставить фривиль, трещотку, может поставить сюда дисковый тормоз. Будет 4 стоять. До 4 подшипника. 4 подшипника. Вот это да. Вот это вы все прям умыли. Устанавливается вот сюда, вот. Посадка. 4 подшипника. Да, это удар по конкурентам. Устанавливать сюда не будем. Соответственно, всяких люфтов мотор не боится. Да, если будет, нам нужно сказать. Вот какая точность хорошая, что прямо вот у них, хоп, уже поджарка. Да, это изготовили более точно. Ну, вот перед нами ось. Ось сделана прямо из какого-то великолепного материала. Вот если свет нам, конечно, передаст это, то вот, ну, очень хорошего качества. А самое главное, что она очень простая. Да. То есть тут, в общем, честно, дешевое в изготовлении. О, кайка. Вот, ставится сюда. Сейчас я. Вот, по сути, почти весь мотор собран. Да, то есть, по сути дела, это литье, это литье, да? И чуть-чуть сборки-разборки нужно открутить одну гайку. Вот, с этой стороны. Ага. И все, и мотор-колесо разводит. Ну, внутри будет вот такая штучка стоять. Да, да. Сейчас собирается схему обмотка статора. Дальше будут изготавливаться выводные плажные провода. У них устанавливаются разъемы. Так, и вот, Жень, конечно, смешной вопрос. Где тут треугольник, а где тут звезда? Можно видеть, что провода разного цвета. Одни чуть светлее, другие чуть-чуть темнее. Ну, это было случайно выбрано или так специально? Случайно выбрано, да и так удобнее мотать. Ну, понятно. Я на виду. Видно, что разные толщины. И тут уже вы применили уже как бы заводскую намотку, да? Не совсем заводская, мы просто мотали на шаблон. Ага. А дальше эти резки укладывали в пазру. Более трудозатраты, она позволила слегка снизить вес меди, уменьшую среднюю длину витка и сопротивление. Да, ну и немножко, как бы, трудозатраты, наверное, по времени, точнее поменьше были, да? Трудозатраты, наоборот, больше. Больше? Плотнее уложено. Да, все понятно. А диаметр этого проволочки? Диаметр? 0,35 примерно, да? Ну, 0,35. По-моему, 0,5 или 0,65. А, то есть они даже разные, да? Они разные толщины, да. Все здорово. То есть задача сохранить магнитные потоки, чтобы треугольники на движении были одинаковые. Так, ну вот мы находимся сейчас в другом помещении, в таком огромном, большом. Много тут всяких вкусняк на всяких полочках. И вот рама, которая будет представлена на выставке. На выставке, на ближайшей. Ну, вот нам показали радиаторную, скажем так, пластину. Вот, это будет контролер вот такого размера. Небольшого. Для сравнения Кертис 1232Е. Пачка Северет Северет Северет. Да. Процессор поддерживает программирование с компьютером, этого контролера. Угу. Ну, пока мы этим функционалом еще не занимаемся. Нужно до выставки сделать контроллер, который бы смог управлять колесом, смог его нормально крутить. Ну, то есть, в какой-то дальнейшей перспективе, то есть, возможно, скажем так, программирование с компьютера. Да, его, возможно, будет развивать контроллер. Угу. Хорошо. Для начала важно сделать базовую математику. Да. Чтобы он свою, 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 свою основную функцию выполнял. Учите математику. И будет вам счастье в жизни. Можно сказать так, что мы сейчас предлагаем все усилия к тому, чтобы в кратчайшие сроки выездить на рынок. Ну, надо понимать одно, что, допустим, изготовление оснастки – это 6 месяцев. Поэтому вот и точка реализации проекта ясно будет, выйдем мы хоть с какой-то партии к новому сезону. Это декабрь месяц. Конец декабря. Если мы дойдем до соглашения с производителями, да, то вот с учетом срока изготовления оснастки, заказа, оснастка, отладка – это 6 месяцев. Ну, еще месяц на отладку там, и можно надеяться, что первая партия увидит свет. Ну, это очень хорошо. Я ибо, чтобы это было, конечно. Да, да, прямо это такие очень быстрые сроки вы назвали. Ну, смотрите. То было бы очень, конечно, хорошо. Это, грубо говоря, к следующему году можно рассчитывать на следующий мотор. Хочется рассчитывать. Все-таки можем, умеем, можем. Когда хотим, если объединимся. Да, за содружество байкеров. Да, вот это содружество, оно позволяет сделать очень горстью нашу. И не надо там ждать чиновников, ждать кого-то там, вас придержащих. Сделаем. Вместе с силой. Вместе мы с силой. Есть. Спасибо. И вам спасибо.